Благодать и суд. Четвертая книга царств, 8 глава с 16 по 29 стих. В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь Иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была его женою и делал неугодные в очах Господних. Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как Он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. «Во дни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поставили они над собою царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним, и встал он ночью, и поразил Идумиян, окружавших его, и начальников над колесницами. Но народ убежал в шатры свои, и выступил Едом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В двенадцатый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. Двадцати двух лет был Ахозия, когда воцарился, и один год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодные в очах Господних, подобно тому, как поступал дом Ахавов, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Рамов Галатский, и ранили сириане Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сириане в Рамове, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь Иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиле, так как он был болен. Размышления, часть первая. Радии Давида. Четвертая книга царств, восьмая глава, с шестнадцатого по двадцать четвертый стих. Этот отрывок подчеркивает ошибки иудейского царя Иорама. Они тем более значимы, потому что он сын Иосафата, царя, ходившего путями Господа. Он мог бы пойти по стопам своего отца и вернуть иудеев на путь святости, но, к сожалению, избирает другой путь и служит ложным богам. Иорам делает много зла в глаза Господа, но Бог удерживает свой гнев и являет ему много благодати ради одного человека, Давида. Так и мы. Совершаем грехи, но Бог милует нас и дарует прощение благодаря Иисусу Христу. Думали ли вы когда-нибудь о том, какое наследие оставите своим потомкам? Как вы можете подавать хороший пример молодому поколению? Размышления, часть вторая. Смертельный союз. Четвертая книга царств, восьмая глава, с двадцать пятого по двадцать девятый стих. Царь Ахозия правит так мало, всего один год. Не потому, что он болен или стар, но потому, что Божий суд без промедления постигает дом Ахава. Хотя Ахозия не прямой потомок Ахава, он состоит в родстве с его домом и заключает сыном Ахава и Арамом политический и духовный союз. Хотя у него нет кромных связей с этой семьей, он ходит путями до Махава. И в следующей главе мы увидим фатальные последствия этого альянса. Какими путями вы ходите? Путями мира или путями Бога? Первые ведут лишь к погибели, вторые – к вечной жизни. Молитва. Отец Небесный, спасибо за благодать, которую Ты явил мне в Иисусе Христе. Я знаю, что только Его кровь спасает меня отсюда. Пожалуйста, помоги мне идти по Его стопам, по пути, ведущим в жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь.